Привет, дорогой друг! Добро пожаловать на мой канал. Я Лизин Кобзон, а мы продолжаем путешествовать вместе с Ерлитом из Риви. И мы сейчас идем и следим за некой дамой, попавшую в беду. Прямо-таки в ее шатер. Странно, я был уверен, что она здесь. Так, опа, расходы, блаты, пиаин. Что-то там, сапоги, седло и мазь магическая. Тысяча, а, это всего? Огранить 80. Это, знаете, когда вы приходите в магазин, покупаете там что-то за 80 рублей, давайте, 80 рублей, 40 и 200. В итоге-то еще 400 получается на выходе. Что? О, птичка. Почему ты решил следовать? Попробую пойти за ней. В смысле пойти за ней? О, супер. Птица куда-то меня ведет. Ладно, пойдем. Копала, а вон она. Ну, Геральтик! Птичка уйдет. Уходит птичка, улетает. Давай, перепрыгнем через реку. Опа. Тут мы явно будем... А, нет? Пантера, ну мы дрались и насосли. Ой, лопата. Вот пошла лопата. Ой, это плохо. Ну, сейчас мы подхилием. Я бы сейчас померла. Опасные какие-то пантеры, товарищи. Птичка. Ты можешь убрать. Спасибо. Я не хочу. Можно я больше не буду браться с контерами? Они какие-то неадекватные. Можно? Ну, пожалуйста. Спасибо. Давай. Нет, 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 нет. Не иди. Только сюда. Не иди сюда. Не иди сюда. Не иди сюда. Не иди сюда. Хорошо. Блин, тут еще одна, походу. Да я бегу от тебя. Ты за мной? Ну, отлично. Охранить тут пантер, конечно. Они должны бояться меня больше, чем я их. Потому что у меня лопата. А у них нет лопаты. Ну, я тут. Опа. А что там? Вот, не знаю. Потеряли птичку, похоже. Ну, на карте помечено, что она здесь. Куда ты бежишь? Птица улетела за холм. Быстрее будет пройти через пещеру. Ой. Привет. А ты кто? Вихт. 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 Вихта. 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 что он жижа такая никогда. Ах, да эти-то гроуки, кстати, друг. Да добей уже его. Не хочешь добавить мне? Ладушки. Ладушки. Ух, тычка. Она специально меня сюда повела, чтобы убить. Чтобы меня умерла. Я правильно понимаю? Я-то ведьмак. Я не умру. Я просто так не умираю. Ну куда ты? Наконец-то. Ведьмак. Аня. Ведьмак. Да. Удобно тебе сидеть так. Здесь все началось. Раз уж я не смогла от тебя укрыться, то хочу, чтобы завершилось все именно здесь. На этом месте. И без свидетелей. Что завершилось? Ты ведьмак. Тебя наняли меня убить, верно? Так что сделай это сейчас. И побыстрее прошу тебя. Я не стану сопротивляться. В ведьмаке охотятся только на чудовища и то не на всех. Ты не чудовище. Как это мило. Кто же я тогда, по-твоему? Кто-то, кого коснулся проклятием, можешь сама мне скажешь. Кто-то, кого коснулся проклятием. Скорее всего, ты была проклятая. Еще не знаю, кем и почему. Но надеюсь это узнать. Подожди, я не понимаю. Раз никто не давал на меня заказы, то откуда этот интерес? Гильон тебя натравил? Он хотел помочь. Ты попросил меня об услуге. Но если я могу тебе помочь, я и сам сделал бы это с удовольствием. Почему я должна тебе доверять? Мне доверяет княгиня. Я тоже выродок. И такие случаи для меня хлеб насущный. Выбирай, что больше нравится. Ты не используешь мою историю против меня. Пообещай, что никому не расскажешь. Тебе нечего бояться, клюш-цаплюсь, потому что ты скажешь. Ты нечего бояться, конечно же. Тебе нечего бояться. Я хочу тебе помочь, и ничего никому не скажу. Если только не решу, что без этого не обойтись. Хорошо. Я повторю, что мне когда-то рассказывала мама. Когда она носила меня под сердцем, они с отцом часто проводили время на опушке леса, на этой самой поляне. Мама обожала пение Иволги. Гладила живот и говорила, как бы я хотела, чтобы моя доченька была так же прекрасна, как эта птица. Но в лесу жило существо, которое завидовало счастью моих родителей. Однажды оно явилось и сказало, что весь лес принадлежит ему, и никто не смеет здесь радоваться без его соизволения. Чудовище захотело платы, а когда родители сказали, что у них ничего нет, ответило, что заберет их нерожденную дочь. Родители описывали это существо? Они называли его нимфой, рожденной в чаще леса, без матери и отца. Но когда все началось, я была слишком юная и несчастна, чтобы расспрашивать. Что случилось потом? История, конечно, да. Сначала ничего. Я родилась обычной девочкой, и родители забыли об этом происшествии. Но когда мне исполнилось 15, начало проявляться проклятие. Сначала только в полнолуние. А теперь дошло до того, что даже днём я использую магическую мазь, чтобы выглядеть обычно. Поэтому я подумала, что мой секрет раскрыт, и тебя наняли меня убить. На самом деле, когда я шла сюда, я уже примирилась со смертью. Может, лучше умереть, чем обратиться навсегда. А я думаю, что грозит мне именно это. Мазь, которую ты используешь, очень сильное магическое средство. Применять его в больших количествах или слишком долго может быть опасно. Ну, Геральт, ну что я стоять чувствую? Я знала, что однажды придётся от неё отказаться и навсегда проститься с человеческим обликом. Возможно, проклятие получится снять. У меня был случай с бароном, которого обратили в Баклана. Я смог полностью его излечить. И ты смог бы сделать то же самое со мной? Ничего не обещаю. Твой случай очень сложный. Ты была проклята ещё до рождения. Кроме того, как ты говоришь, симптомы прогрессируют. Можно попробовать перенести это проклятие на другого. Это исключено. Я не стану подвергать опасности невинной жизни. Это единственный способ. А можно же взять не невинную. Единственный абсолютно безопасный. Значит, есть и другой? Ты так категорично отвергаешь помощь? Перенесённое проклятие будет действовать гораздо слабее. Даже слышать об этом не хочу. Есть и другой. Древний ритуал с использованием яйца Иволги. Он должен навсегда освободить тебя от проклятия. Но может иметь для тебя очень серьёзные последствия. Последствия? Какие? Чары наложили ещё до твоего рождения. Ритуал перенесёт проклятие с тебя на невылупившегося птенца Иволги. А ты освободишься. Но, возможно, ты проживёшь ровно столько, сколько обычно живёт Иволга. Семь или... Понимаю. Не бывает розы без шипов. И счастливого конца тоже не бывает. Но я даже о таком не мечтала. Идя сюда, я была готова к смерти. А ты хочешь дать мне семь лет настоящей жизни. Это нетрудное решение. Я согласна. Конечно, согласна. Без колебаний. Понимаю. Но пока рано принимать решение. Подумай ещё. Подумаю. Меня, наверное, уже ищут на турнирном поле. Возвращаемся? Да, давай вернёмся. Но разве ты... Ах, правда. Не могу же я появиться там в перьях. Подожди минуту. А почему бы тебе... Ладно. Ты можешь контролировать свой облик? Нет, но я обнаружила, что вода из этого пруда помогает. Действует недолго, но всегда. Интересно. А почему... Просто не набрать этой воды с собой и мыться там раз в час, обтираться ей? Пойдём. Нет? Нет? Так нельзя, да? Так нельзя. Ну да. Зачем быть чистый? Если можно прожить 7 лет. Ты что-нибудь узнал? Да. Ну так говори же, ведьмак. Я с ума схожу от беспокойства. Что с ней? Да всё печально. Она просила меня сохранить тайну. Но я желаю для неё только лучшего. Может, я смогу как-нибудь помочь или хотя бы утешить её. Нет, не буду. Левиена открыла мне свою историю по секрету. Я поклялся, что никому её не повторю. Но я же не абы кто. Я бы всё для неё сделал. Это я попросил тебя ей заняться. Ты не можешь меня вот так отстранить. Мне очень жаль. Думаю, со временем Левиена поймёт, чем тебе обязана. А пока что просто запомни. Не весь мир вертится вокруг тебя. Не смей меня поучать. Да что ты? Не такой помощи я тебя ожидал. И ещё и место своё уступил тебе на турнире. Теперь вот жалею. Ты вообще состязаться собираешься? Нет. Или ты договорился с Левиеной у меня за спиной до турнира тебе и дела нет? Ты издеваешься надо мной? Я буду заканчивать. Я не меняю принятых решений. Я приму участие в последней схватке. Левиена всё равно занята до конца турнира. И верно. В таком случае, встретись с остальными рыцарями из твоей дружины. Какой вот тухлый, а я ему со всеми объятиями, извините. Спасибо. А он? А он что из себя представляет? Вот опять. Помогаю тут людям. Вот я по доброте душевной. Это что? По доброте душевной. Помогаю ему вообще-то. Ой. Конечно. Нет. Нет. Не думаю, что ты нам хоть на что-нибудь сгодишься. Ты понятия не имеешь о рыцарском поединке. Но постарайся не мешать. Время пришло, судари мои. Берём оружие, выходим на арену. Не бить. Чёрт такое. Арена представляет командные бои. Покажут две дружины умения свои. И мира здесь не будет. Как я балкну в команду. На землю не повергнет соперников своих. А у меня лопата. Покажут. Покажут. Пускай навеки проклят, тот будет в сей же час. Раз я о всём об этом уже поведал вам, хочу почтить приветом цветник прекрасных дам. Цветник. Это битва решит, кто сойдётся в финале. Лопату бил. Остальным же вуделом суждены лишь печаль. Да. Печаль. Да зачем ты убрал-то её? Числить вашей команды, победить другим и противим. Более времени не теряем. Ты жалкий сменит. Вперёд, без устали. Почему по мне-то попал? Таких ожесточённых боёв не видел свет. Ведь бились на арене лишь те. Да. Да. Покажут. Я могу так, что ли, сделать? Это что? Это оно? Или это оно? Нет, это что? Давайте вот это попробуем. Да. Тот чел не меня ударил, а хп снилось у меня. Я понять не могу. Чё за приколы? Это что такое? Я не понимаю. Так не честно. Абсолютно не честно. Ладно. Не надо бежать против сломя головы. Я правильно понимаю? Да, конечно. Хорошо. Мы уже знаем. Да, да, да. Мы уже всё знаем, всё знаем. Нет, нет, нет. Мы выходим и берём лопату в руки. Ладно, я не побегу тогда. Первое. А я могу использовать щит? Щит могу? Не могу щит использовать. Почему? Да, ну почему же? Да на меня почему бегут? О боже, численности. У меня уже двоих положили. Это невозможно. Это реально что? Почему они такие дурачки? Это что такое? И что мне по-вашему делать? Нет, ну потом я останусь одна и просто всех завалю. Ну их, извините меня. Ну вы хотя бы двух, трёх закалите, а? Мы тут-то всегда, да? Да ну сколько можно на пробел жмать? Я могу прям здесь сохраниться? Ну пожалуйста. И начинаем! Более времени не теряй! Нельзя. Ну как вот, как вот мне их? Давай я вот с одним пойму. Давай я с одним. А вы возьмите область, это полимерин. Ну я со всеми троими, я не хочу драться со всеми троими. Всё, один уже наш помер. Верльт, вот куда ты бежишь? Ну я не понимаю, Верльт, ну я же нажимаю тебе отскок. Ну не надо мне. Это... А где тут мои? Где не мои? Ну что все не мои. О! Давай я вот этого добью хотя бы. А всё? А всё? Пятеро против меня. Шутить не стоит тут. Таких ажесточек. Я одного заболела, ну одного. Это неравный бой, они падают. Почему мне досталась такая команда даунов? Почему у меня нет в команде Пальмирина? Так, жеребьёвка-то прошла. Почему нам не показали эту жеребьёвку? Или как они выбрались-то? Я должна была быть в команде победителя, потому что я в двух конкурсах победила вот этих ваших. Я могу бахнуть это? Могу бахнуть это. Давайте против людей. Не могу зайти. Могу только выпить что-то. А, я могу кушать. Ну и то ты покушал. Да товарищи. Да как они так? Просто два удара. Два удара. И я лежу. Это что за бред? Мы уже дружили. Нет, нет. Это что за идиотизм такой? Да хватит. Точно нельзя щит? Ну почему щит нельзя? Акси, можешь ли? Скорее. Арк. На Ирган. Я вам покажу нечистивцы. Тут у моих даже щит. Да блядь, он придурок ебучий что ли? Таких ожесточек. Со своей пикой пусть себе в жопу ее засунет. Я реально, я не втюхиваю что мне делать. Я абсолютно не понимаю что мне делать. Да ты не тупьешь. А если в этом смысл? Не стой. Все на меня. Это какое-то чудо-приколы. Ребят, давайте вы завалите с пикой. Так, минус один. Тихо, тихо, тихо. Польмерин. Остался только Герой. Шутить не стоит тут. Но встанет ли на поле? Поль прочь, понесусь. Остался только Герой. А у этого чела, наверное, полная хп-шка, да? У них всех полная хп-шка. Да я даже по одному удару не могу сделать в них. Да я даже по одному удару не могу сделать в них. Блин, это жесть. Пельмерин? Нет, это не пельмерин. Так, минус один. О, пацан! О, и этот помер. И этот помер. А че они все легли-то? Берем! Берем! Мне игра помогает? Пророк лебеда! Лебеда еще та. А ты че помер-то? Таких ожесточенных боев не видел свет. Ведь бились на арене лишь те в Констракте. Ой, боже мой. Как в жизни победителем зовут лишь одного. Сегодня выиграл лучший. Забудьте, что сейчас было. Сотрите из своей памяти. Кто Геральт? Там один помер, как я не хотела. Я правда не хотела. Он сам помер. А те вот двое, трое, они сами почему-то... О, боже мой. Ну там хоть один. Где славный турнира миф рожден. А всех тех, у кого уже сил не осталось, ждут шатры и напитков божественных сладостей. Да. Уже пора. Выходите на арену. Есть ли у вас какие-то пожелания или слова, что следует передать родным, если вас серьезно ранит? Спасибо, обойдусь. Это Геральт ведьмак. Он из Ривии прибыл на бой. Но пускай не обманет всех вас его волос седой, искушенный в бою удалец он и храбрый герой. Уже на вытоптанную землю выходит гигант славный. Это Грегуар де Гаргон, герой и победитель давний. А вот на вопрос, я сейчас его победю. Да, победю его. Желаю счастья на бой. Это получается в следующий раз, когда будут эти бои. Мне же придется против, ну, быть главным героем. Мне же придется сюда прийти. Теперь я могу сделать. Гиганты стоят из-под лобья, как волки взирая. Кто же выдержит это? А кто побежит, словно заяц? Дамы и господа, наш победитель и чемпион. Не имеющий себе равный. Да он лоб какой-то. Ой. Ой. Тударь-Геральт ни к чему не лишается. А теперь несколько слов от одного из наших спонсоров. Винодельни Туфо. Пей Туфо для крепости костей. Вино столовое, вкусное, здоровое. Головое. Все? А, его не нужно добивать. Не надо. Надо одержать суперечную победу над всеми противниками на Рыцарском. Кам-кам. Это там. Победитель турнира этого года. Победил Грегуара де Горгон. Это невероятно. Невероятно. Я пять раз переигрывала прошлый бой. Так что сколько? Пять-семь. Ой. Ой, мне мечталось. Как покровительница турнира. Ой, веночко. Я имею честь. Очки зачем сняли? Вы че? Зачем вы очки мне сняли? Прямо вот. Любовью дамы своего сердца. Да. И это она помогла ему одержать эту великолепную победу. Ну, я чуть-чуть еще помогла, конечно. Он отличился большой отвагой, силой и спокойствием. Я не могу этим отличиться. Я еще сиханула. Поэтому вену по праву принадлежит титул чемпиона этого года. Венок я не могу. Нужно поговорить. Не сейчас. Позже в моем шателе. У меня еще остались обязанности. И у тебя тоже. Мечт, Явельцы из Риме. Как там он? Ой, ты посоли. Ты посоли на него. Эх, мальчик наш вырос. Я тут. Давайте разговаривать. Здравствуй, госпожа. Ты решилась? Да. Я не изменила решение. Я никого не хочу подвергать опасности. Я не понимаю, а у вас... А потому выберу способ с яйцом. Если нужно лицей, я не могу. Гоню преступника. Я знаю, где его искать. На моей поляне есть гнездо. Ему-то вообще пофигу. Погоди минутку. Можешь объяснить, в чем заключается ритуал? Да, но... У твоего шатра вдруг выросли уши. Покажись, Гильон. Я слышу, как ты дышишь. Я знаю, что это ты. Что ты тут делаешь, рыцарь? Это личный разговор. Геральт, что это значит? Ты с ним что-то замышляешь за моей спиной? Гильон тебе не враг. Да, в любопытстве мало чести. Но он хочет добра. Ты правильно догадалась. Это он нанял меня. Только потому, что хотел тебе помочь. Я здесь, чтобы служить тебе, госпожа. Я к твоим услугам. Я сделаю все, что ты пожелаешь. И что, это все? Все, что ты можешь сказать? Ну, собственно, да. Так сделаешь все, что пожелаешь? Более. Хорошо же. Слушай, ты выйдешь сейчас из этого шатра, развернешься к северным рубежам княжества и будешь бежать, пока турнирные поля не скроются из виду. Вернешься ты лишь тогда, когда остынешь и навсегда оставишь меня в покое. Ты понял? Госпожа, но... Твое несчастье. Я хотел... Потому как ведьмак... Прочь! Сейчас же! Бедный. Ты говорил, что я могу тебе доверять. Я не сказал ему ничего, кроме того, что он и так знал. Он тебя нанял. Ты должен был отчитаться перед ним. Но это не его дело, Геральт. Это моя жизнь. Ты уверена, что поступила верно? Не слишком ли быстро ты отвергла его помощь? Без него мы не проведем ритуала с отражением в воде. Для него нужен тот, кто по доброй воле примет на себя твое проклятие. Неужели ты думал, что я соглашусь на подобное? Нет, Геральт. На лужайке ты говорил о ритуале, который не требует участия восторженных рыцарей. Я бы хотела воспользоваться им. Надо поискать птичье яйцо. Лучше всего яйцо Иволги. Ритуал сам по себе не сложен, но я тебе говорил, какие будут последствия. Ты все еще хочешь этого? Да. Я видела гнездо на лужайке, где мы разговаривали. Но прежде чем мы пойдем, скажи, что станет с птенцом? Нам придется разбить яйцо. Не всех ждет счастливый конец, ты сама говорила. А исполнение мечты требует жертв. Я знаю. Хорошо. Пойдем. Ну, а что я сделаю? Там еще и надо, чтобы он самолично это все сделал. Ну, типа, бис. Ну, да. Гнездо нашла пантера. Отойди. Я этим займусь. Ну, ни хрена себе. Пантеры вообще жуткие. Ну, естественно. Но я умираю. Уже нет. Яйца упали на мох. С ними все хорошо. Но одно треснуло. Оно годится? Вполне. Птичка. Бетля птичка. Что мне делать? Ничего себе. Я еще раз прошу. Я спрошу еще раз. Ты точно хочешь это сделать? Если все удастся, изменения будут необратимы. И, вероятно, тебе останется лет семь жизни. Ну, чуть апречки так долго живут. Я думала, типа, там года три. Семь лет без страха, что кто-то увидит меня в неподходящий момент. Без клейма выродка и чудовище. Да я думаю, что ты сама себе из-за этого клейма сделала. Семь лет в настоящей жизни. Да, Герман. Я точно хочу это сделать. Хорошо. Зачем он поджог? Соберись. Держи яйцо и повторяй за мной. Моанна Гандрау. Моанна Фенерат. Моанна Гандрау. Моанна Фенерат. Моанна Гандрау. Моанна Фенерат. оленькая чё вас раскидал то боже мы один в одну сторону другой в другую сторону жесть конечно зараза геральт смотри смотри боги я смогу ходить на баллы и я поеду в аксенфурт или даже в навигра спасибо ведьмак благодари делью это он меня занял чтобы тебе помочь да ему я тоже благодарна ты передашь ему хорошо сама передай передай может лучше ты сама это ему скажешь может и лучше но мне бы не хотелось пожалуйста передай ему мою благодарность хорошо я передам прощай вивиана вот а теперь самое невероятное что если здесь в геральте прождать 7 лет игрового да то есть ну вот в виде кода но если вы так сидеть и крутить вот эту вот штуку 7 лет но лучше быстрее сделать через код здесь будет где-то лежать ее труп в смысле вроде бы не человеческий оптический птические типа мне правда интересно если он к ней можно на подойти и будет какая-то фраза наверное я ну я как бы не 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 знаю я просто знаю что если подождать 7 игровых лет можно найти тут уют она умрет через 7 лет это же идея это это ну как бы это же вау да я считаю это очень круто когда вот а куда я бегу я правильно что тебе обрыв не понравился мы даже не через мост-то едем боже я прошу я прошу тебя так и знала я так и знала тут а к нему вернуться чем-то так далеко то сидя сел обонятки кабанятки сейчас мы посмотрим какой нам дали меч все все вот это любовь моя клянусь я я выиграю турнир с твоим именем на устах а если победит другой рыцарь в этом году на турнир я уже победила тогда я дам обет молчания и не сниму шлема пока не выполню это обещание в будущем году как ты рот чистить на шайна есть и справедливо ведьмак что на призыв досточтимой княгини ты прибыл что я уже победила есть ведьмак нет проблем спасибо что вы приехали геральт что с вивианной прекрасно я снял проклятие правда теперь все будет хорошо она поправится перед этим она просила передать тебе спасибо благодаря тебе она может жить нормальной жизнью хорошо но что с ней неизвестно сколько она проживет и вена счастлива и скажу что на счастье вивиена выбрала то что хотела теперь она свободна и мне кажется счастлива очки топчет не наизмена и помог ей но это не значит что она должна была тебя полюбить как любит говорить мой знакомый поэт если кого-то любишь позволь ему улететь знаешь что геральт возьми тла ты ее заслужил оставь свои советы при себе прощай как у хамло какое хамло я не могу мечу я наточил конь оседлым не знаю так ладно смотрим что нам надавали почему стальной давай ну почему так тут доспех а это мой и что что от и вещи переоделся у меня я не знаю даже ладно давай вернемся как было а подожди вот мне вот этот надеть и у серебряного ты чуешь вообще ничего нету а где мои стрелы между стрелы были я их всех использую не надо конечно хорошо почему не дали такой же мне кажется это круто ладно это надо будет вернуть и положить в этом а теперь знаете чем мы пойдем возьмем а там же еще плотве дали вот эту штучку тут 90 энергии пойдемте навестим вот это вернемся домой где там задание наверно вернуться домой так дом милый дом давайте посложим во первых некоторые вещи здрасте приветствую вашу милость мое имя варнава базиль фолти такие шачки и не я буду исполнять обязанности дворецкого в корва бьянку два брата просто успешно нес службу в родовом поместье семьи как было всегда а также в назаире у адмирала рампали который как вам возможно известно был чрезвычайно требователем погоди варнава базиль уверяю тебя я не совсем обычный землевладелец по правде сказать это первый собственный дом в моей жизни о в таком случае доверьтесь мне я все устрою и буду следить за порядком и в скором времени это место станет лучшей винодельней в округе я уже вижу что дом в надежных руках похоже у этой винодельни богатая история кому она принадлежала до меня княгиня приобрела его у барона росселя когда тот разорился он в свою очередь купил его у господина балюса герба палачей очень яркий человек родом из кэдвена он действительно был палачем сам он нет а вот его прапрапрапрапрадед точно по слухам он был обычным душегубом но каким-то чудом получил при дворе в буклере должность княжеского палача говорят очень он был усердный отрубил больше голов чем виноградных лоз в королевских виноградниках и ни разу при этом не колебался всегда рубил ровно работал на совесть за выдающиеся заслуги прежний князь пожаловал ему титул и эти земли а господин балюс в молодости был инженером выйдя в отставку он обосновался здесь и занялся виноделием к сожалению по воле рока сперва он утратил обоняние а затем и на вкус кроме того лекаря запретили ему употреблять алкоголь неприятно ему пришлось оставить винодели куда там он стал делать еще больше вина начал устраивать шумные приемы приглашал друзей со всей округи угощал их своим вином и радовался видя что по крайней мере их он делает счастливыми вот таким вот был господин балюс может пройдемся немного по коробке разумеется прошу за мной думаю что разумно будет начать с холма вот владение вашей милости во всем своем великолепии хорошо сколько всего без всяческого сомнения я покажу ваши милости некоторые интересные детали прошу за мной ты всю жизнь был дворецким да я родился в семье потомственных дворецких мой отец был дворецким и дед двоюродная бабка была домоправительницей собственно с нее все и началось двоюродная бабка женщина с характером говорят она с раннего детства твердо знала чего хочет и добилась этого по прибытии в буклер она сразу же нанялась горничной к одному виноделу постепенно дослужилась до домоправительницы и в конце концов пристроила всю семью вот спасибо значит господи базиль ну там базили уже забыла имя его господи ладно осматривать наше владение мы живем следующий сеток чтобы подписаться на канал ставь лайки в комментариях на колокольчиком все уведомления спасибо что стоишь на канале смотришь мои видосы мы встретимся следующей серии пока а